Пять основных этапов банкротства физического лица. На единственное жилье действует исполнительский иммунитет, если оно не в ипотеке. Клиенты спешат, подают на свою несостоятельность и потом уже в процедуре. Ничего сделать в их пользу нельзя. Пять основных этапов банкротства физического лица. Как проходит процедура банкротства. Всем привет, с вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел по всей России, также обучаю юристов. В этом видео я решила соединить все этапы процедуры списания долгов через банкротство. Начиная с самого важного, подходите ли вы под, установленный законом освобождения от долгов. И заканчивая, когда же все завершится и с вас будут списаны все долги. Поэтому досмотрите видео до конца, будет интересно. И если вам будет полезно, давайте договоримся, поставьте мне лайк. Это можно сделать и после просмотра видео. Итак, первый этап. Подходит ли вам процедура освобождения от долгов? Это важный этап. Так как многие граждане думают, что им банкротство не подходит. А наоборот, на практике получается, что это их единственный выход из спасения. Как к примеру, обращается клиент и утверждает, что начитавшись информацией в интернете, он уверен, что ему банкротство не подходит, так как долг до 500 тысяч рублей. И помимо кредитов, у него есть еще очень много микрозаймов, по которым он не может платить. А на самом деле, на практике, банкротиться можно с любым размером долга, если заявителем по делу будет являться сам гражданин. Даже если долг до 500 тысяч рублей. Или же наоборот, гражданин идет в процедуру, к примеру, совместно нажитое имущество. Это то имущество, которое куплено в период брака и оформлено на одного из супругов. И гражданин банкрот уверен, что это личное имущество супруга и что оно будет неприкосновенно в процедуре. Так как это имущество оформлено на супруга. А складывается все наоборот. Совместно нажитое имущество, это общее имущество супругов. И по закону о банкротстве в статье 213.26 это имущество включается в конкурсную массу. Все пропало. Простым языком, финансово-управляющий, вне зависимости на кого из супругов оформлено имущество, если оно общее, будет продавать это имущество в процедуре банкротства. Поэтому важно знать по всем нюансам и аспектам, подходите ли вы под процедуру освобождения от долгов. И вкратце мы сейчас эти критерии разберем. Во-первых, банкротиться, то есть списывать долги все под ноль через процедуру банкротства, можно с любым размером долга, даже если это долг до 500 тысяч рублей. При условии, что вам тяжело или нечем платить ваши обязательства. То, что можно банкротиться с любым размером долга, говорит нам статья 213.4 закона о банкротстве и плену Верховного Суда 45 по банкротству граждан. Что касается долг свыше 500 тысяч рублей, это правило для кредитора или уполномоченного органа, если они будут являться заявителями по делу. Простым языком, если ваш кредитор захочет подать на ваше банкротство, совокупный долг должен быть перед ним больше 500 тысяч рублей. Во-вторых, просрочек ждать не нужно. Опять же, это правило, 3 месяца просрочки для кредитора или уполномоченного органа, если они будут возбуждать дело по банкротству. В-третьих, банкротиться можно как с официальным доходом, так и при отсутствии такового. Отсутствие дохода не является препятствием к списанию долгов, так же, как и наличие официального дохода. На практике у меня есть клиенты, у которых официальный доход 50 и более 1000 рублей, а даже есть клиенты, у которых более 100 тысяч рублей в месяц официальный доход, и это не препятствует проведению процедур в отношении них, и как следствие освобождению их от долгов. А так же есть клиенты, у которых официальный доход равен нулю, и так же мы проводим процедуру банкротства успешно, она завершается, эта процедура, и гражданин от долгов в полном объеме освобождается. Но при наличии официального дохода выше прожиточного минимума по вашему региону есть определенные нюансы. Я рекомендую вам посмотреть, если у вас официальный доход есть, и он хороший, и он выше прожиточного минимума, видео о прожиточном минимуме и сколько вы будете получать денег в процедуре банкротства. В-четвертых, банкротиться можно как при наличии имущества, так и без имущества. И тот, и тот факт не препятствует списанию долгов. Но важно знать, что если вы заходите в процедуру банкротства с наличием имущества, единственное жилье сейчас не рассматриваем. На единственное жилье действует исполнительский иммунитет, если оно не в ипотеке. Это значит, что если у вас единственное жилье, обычное однушка, двушка, трешка, не роскошное, не дом на рублевке и не купленное за счет кредитных средств, или после того, как у вас пошли просрочки по вашим кредитам и обязательствам, вы покупаете дорогостоящее жилье, на единственное ваше жилье будет действовать иммунитет простым языком, в процедуре банкротства оно продаваться не будет. В следующем выпуске я детально разберу вопрос по единственному жилью и по изменениям в 2021 году с этим единственным жильем. Как вам информация полезна, которую я вам рассказываю? Если да, попрошу поддержать меня, подписаться на мой канал. И также я каждую неделю, как правило, в среду в 12 по Москве провожу прямой эфир для своих подписчиков и отвечаю на вопросы по банкротству и списанию долгов. А также, чем я могу быть для вас полезна, я провожу процедуру банкротства под ключ и до результата по всей России. Консультация бесплатная, контакты будут в описании под этим видео или сейчас увидите, всплывет ссылка на мой сайт katraeva.ru. Со своей командой я работаю до результата, вне зависимости, сколько длится процедура и какие сложности могут возникнуть в деле. Второй момент, я обучаю, как стать экспертами банкротства физических лиц и зарабатывать на этом достойные деньги, помогая людям списать долги. Это актуально для юристов. Ну, в-третьих, кто хочет соприкоснуться с банкротством, разобраться, что это такое, с чем его едят. У меня есть лекции по 990 рублей по самостоятельному банкротству с образцами документов и где найти арбитражного управляющего, я разбираю этот вопрос. А также у меня есть банкротство от А до Я, где я разбираю, кому подходит банкротство, а кому нет. Ссылки на приобретение лекций будут под этим видео, а также в закрепленном комментарии под этим видео или же на сайте katraeva.ru. Так вот, возвращаюсь, если у вас есть имущество помимо единственного жилья и вы заходите с этим имуществом в процедуру банкротства, то есть это имущество должно быть где-то зарегистрировано, к примеру, в органах ГИБДД автомобиль или земельный участок в Росреестре, то это имущество в деле о банкротстве будет продаваться финансовым управляющим. Те деньги, ту сумму, которую он получит, финансовый управляющий, пойдет на погашение требований ваших кредиторов, а от непогашенной части будете полностью освобождаться. Где взять денег на банкротство? На самом деле клиент прекращает платить все свои кредиты, ежемесячные платежи и за счет этого может платить за банкротство. То есть это актуально думать о решении своих проблем тогда, когда вот-вот они пришли, а не то, что когда клиент себя закапывает, вообще не может никуда платить, всего лишается и задумывается о банкротстве. То есть важно инициировать процедуру, вот к примеру, у тебя сегодня есть чем платить там 30 тысяч ежемесячные платежи, ты понимаешь, что ты там в ближайшее время не сможешь это сделать и вот сегодня тебе нужно начинать работать с юристами и подавать на банкротство, а не тащить все из дома, последние деньги кредиторам и потом когда ты уже сидишь безо всего и все продал и у тебя негде взять и ты везде уже занял, да, тебе никто не дает, ты думаешь, а может быть обанкротиться, здесь надо вовремя. Вопрос с имуществом это отдельная составляющая успеха при проведении процедуры, поэтому если у вас возникают вопросы по имуществу или вы хотите что-то сохранить или у вас есть предпосылки к сохранению того или иного имущества, пожалуйста, здесь подробности нужно разбирать на консультации, тем более что она бесплатная, контакты будут в описании или вы сейчас увидите сайт katraeva.ru. Далее банкротиться можно как со статусом ИП, так и без него, а также как с наличием доли в юрлице, также и без доли в юрлице. Довольно часто клиенты обращаются и они являются учредителями в том или ином обществе. Банкротиться можно без проблем. Далее банкротиться, то есть списывать все долги через установленную законопроцедуру можно как со сделками, так и при отсутствии таковых. Заметьте, что не все сделки в деле о банкротстве оспариваются. Опять же, если у вас вопросы оспорится ваша сделка или нет, я рекомендую подробно разбирать на консультации, она бесплатная и заметьте, что я своей командой работаю по всей России и контакты я ранее вам предоставляла. Переходят к наследнику. Но наследник может возбудить дело о банкротстве и списать долги наследодателю. Далее совместно нажитое имущество. Состоите ли вы в браке? Есть ли у вас имущество, которое куплено в период брака и оформлено на вашего супруга? Если да, то такое имущество также будет в деле о банкротстве продаваться. В этом случае выход есть. Итак, я озвучила основные критерии, кому из граждан подходит банкротство, то есть списание всех долгов через процедуру, которая регулируется законом номер 127 и глава 10 это банкротство гражданина. Тут либо вы самостоятельно определяете, что вам банкротство подходит, прикинув, что у вас долг приличный, что из имущества у вас только единственное жилье, к примеру, что у вас официальный доход небольшой, что совместно нажитого имущества у вас нет, что у вас какие-то были сделки, но они не подпадают под подозрения и оспаривания. Или же, если вы сомневаетесь, опять же, подходите ли вы под банкротство или нет, я рекомендую получить консультацию эксперта по банкротству, так как очень много случаев, когда клиенты спешат, подают на свою несостоятельность и потом уже в процедуре ничего сделать в их пользу. Нельзя. Предположим, вы подходите под установленную законом процедуру списания всех долгов. Второй этап, это нужно собрать все необходимые документы. Процесс занимает, как правило, на практике от двух недель до месяца. Перечень необходимых документов предусмотрен законом о банкротстве, это пункт 3 статьи 213.4 закона о банкротстве. Что касается, какие конкретно нужны документы, перечень в открытом доступе в интернете или у меня есть отдельное видео, сейчас вы увидите подсказку. Можете его посмотреть и узнать, какие необходимы документы, чтобы суд принял ваше заявление о банкротстве и возбудил процедуру. На практике, если у вас долг более 500 тысяч рублей, то в связи с разъяснением Верховного Суда пленум номер 45, 5. Вы можете подать на свое банкротство и без полного пакета документов, как к примеру, без справки ГИБДД о том, что у вас отсутствует зарегистрированное за вами имущество или без выписки из ЕГРН, которая подтверждает наличие или отсутствие у вас недвижимого имущества. Третий этап, на основе полученных документов необходимо составить заявление о банкротстве и обязательное предложение. Это опись имущество, список кредиторов и должников. Обе эти формы утверждены приказом Минэкономразвития. В заявлении о банкротстве указывается все обстоятельства вашего дела, исходя из полученных документов. Предположим, что у вас такой-то совокупный размер задолженности, что за вами зарегистрировано транспортное средство, что сделок вы за последние три года не совершали, что в браке вы состоите, что имеете столько-то иждивенцев и так далее и тому подобное. После того, как заявление о банкротстве составлено, копия заявления направляется каждому кредитору. Это обязательно. К заявлению о банкротстве прикладываются все документы, которые вы собрали, а также опись имущества, список кредиторов и должников и иные обязательные процессуальные документы, как, к примеру, чек об оплате госпошлины и чеки об отправке копии заявления кредиторам. После того, как пакет документов сформирован, этот пакет документов направляется в арбитражный суд или Почтой России или загружается электронно через сервис Мой Арбитр. Вы, кстати, самостоятельно можете отслеживать ход своего дела по фамилии, имя, отчеству, а далее по номеру дела на сайте Мой Арбитр и увидеть, когда суд принял ваши документы, когда у вас будет дата первого суда, что суд ввел процедуру, что суд завершил процедуру и от долгов вас освободил. Важно знать, что документы подаются в арбитражный суд по месту вашей постоянной регистрации. Также важно знать, что в заявлении о вашем банкротстве обязательно нужно указать самую регулируемую организацию из числа членов, которые будет утверждаться финансовый управляющий. Это обязательно, иначе суд возвратит вам ваше заявление и весь пакет документов. Поэтому на практике реальность такая, заранее необходимо определять, кто будет проводить процедуру вашего банкротства. Исходя из этого, вопрос к кандидатуре арбитражного управляющего необходимо решать заблаговременно, еще до подачи документов в арбитражный суд. И суд не обязан искать вам арбитражного управляющего. Этим вопросом занимается заявитель по делу, то есть гражданин или кредитор, или налоговая. Итог по трем этапам. По срокам плюс-минус от двух недель до месяца можно собрать пакет документов и подать их в арбитражный суд. Четвертый этап, это когда суд принимает ваши документы и назначает дату первого суда. А далее в дату первого суда вводят одну из процедур. А теперь поподробнее. Суд принимает ваш пакет документов, как правило, плюс-минус в течение пяти дней. Если ваше заявление и пакет документов соответствует положениям закона, то суд прям в ближайшее время принимает ваше заявление к производству и назначает дату первого суда. Если же суд видит какие-то изъяны, суд может оставить заявление без движения. В этом страшного ничего нет. Суд вам представит разумный срок устранить те или иные препятствия, которые служат тому факту, что суд не может принять ваши документы. Дата первого суда назначается в интервале от 15 дней до 3 месяцев. Эти сроки прописаны в законе о банкротстве. В дату первого суда как раз суд либо сразу признает вас несостоятельным банкротом и вводит. Она называется процедура реализация имущества. Бояться этого слова не нужно. Если у вас нет никакого имущества или есть только единственное жилье, кроме ипотеки, в вашем деле о банкротстве продаваться ничего не будет. Процедура будет завершена и от долгов добросовестный гражданин освобождается. Процедура реализации имущества вводится сроком до 6 месяцев, может продлеваться по разным причинам. Судья заболел, судья ушел в отпуск, кредиторы поздно представили суду свои требования, финансовый управляющий не получил необходимые документы или идет продажа вашего имущества. Когда есть имущество и идет реализация этого имущества в процедуре, сроки проведения, общие процедуры затягиваются. То есть это та самая процедура реализации имущества, которая по итогу завершается списанием с вас все имеющихся долгов. Кстати, в дату первого суда также утверждается финансовый управляющий, который будет проводить процедуру вашего банкротства. Или же суд может первой вести процедуру, она называется процедура реструктуризации долгов. В этой процедуре ничего страшного нет, не нужно ее бояться. Если суд ведет эту процедуру как первую процедуру по вашему делу, суд просто хочет удостовериться, можете вы восстановить платежеспособность или нет. Эта процедура, процедура реструктуризации долгов, вводится сроком до 6 месяцев, также может растянуться. У этой процедуры есть плюсы и минусы. Если вы переживаете, что суд может вести процедуру реструктуризации долгов по вашему делу, опять же сейчас всплывет подсказка, у меня есть отдельное видео на тему реструктуризации долгов. Но хочу вам разъяснить, чтобы вы не переживали. На практике, как правило, процедура реструктуризации долгов прекращается по заявлению финансового управляющего, так как гражданин не может восстановить свою платежеспособность и выплатить все свои долги за 36 месяцев. И кредиторы неохотно предоставляют планы реструктуризации долгов, а даже если они предоставляют эти планы, гражданин должен согласиться на их исполнение. И что интересно, что в отношении пенсионеров или инвалидов суд, как правило, не вводит первые процедуры реструктуризации долгов. Суд на практике, как правило, вводит первые процедуры реструктуризации долгов в отношении трудоспособных граждан. И тут даже не имеет значения, есть у вас официальный доход или нет. Тут имеет значение настрой судьи, практика региона, где будет рассматриваться ваше дело. Но исходя из последней статистики, суды все реже и реже вводят первую процедуру реструктуризации долгов. Но опять же они ее вводят. И когда процедура реструктуризации долгов будет прекращена по заявлению финансового управляющего, тогда вы признаетесь банкротом, и суд в отношении вас вводит процедуру, которая, как я ранее сказала, называется реализация имущества, по завершению которой добросовестный гражданин освобождается от всех имеющихся долгов. И вот как раз мы подошли к пятому этапу. Это когда суд завершает процедуру и когда же суд списывает с вас долги. Процедура банкротства завершается в дату судебного заседания по рассмотрению отчета финансового управляющего. Простым языком это в дату последнего судебного заседания. Вам она будет известна. Эту дату вы можете также отслеживать на сайте мой арбитр. Еще раз хочу заметить, что процедура длится, как правило, до шести месяцев. То есть вся процедура с момента признания вас банкротом и до завершения процедуры. Но опять же может продлеваться по разным причинам. И как раз в дату судебного заседания, в последнюю дату арбитражный суд принимает документы от финансового управляющего. Это заключительный отчет, финансовый анализ по вам, ответы из государственных органов, заключение о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства и так далее и тому подобное по списку. И на основании в том числе и этих представленных документов суд завершает процедуру, так как все мероприятия по закону выполнены и применяет правила об освобождении от долгов. Вопрос в том, что значит преднамеренное активное банкротство? Это определяет финансовый управляющий. Там есть критерии очень жесткие. Это когда у гражданина есть имущество, он может погасить свои долги, но этого не делает и прячет активы, прячет свои доходы и свое имущество. Простым языком суд списывает с вас все долги и это подтверждается определением арбитражного суда. Итого процедура банкротства, процедура списания с вас всех долгов может длиться плюс-минус 8-12 месяцев. И с момента, как только вы приняли решение подавать на банкротство, вы прекращаете все расчеты с вашими кредиторами. И если вы сомневаетесь, списываются ли ваши долги, подходит ли вам банкротство, сколько длится будет у вас процедура, есть ли риски в отношении вас ввести процедуру структуризации долгов. Опять же, я рекомендую не изобретать велосипед и обратиться к экспертным банкротным юристам. Если вам нужна моя помощь, не стесняйтесь, пишите вопросы в комментариях, звоните по контактам, получайте бесплатную консультацию, а также я провожу процедуры банкротства под ключ и до результата по всей России. Как быть, если человек психологически не готов? А выхода другого нет, человек уже психологически готов, потому что он в долгах.